Я буду говорить сегодня об этом, как мы сам занимаемся эволюцией, через дизайн, в нашу жизнь, в нашу планету. Я думаю, о нас очень много проблем. Это очень видно. О нас глобальное тепление. Джеффри Сакс, вот этот глобальный коломист, объяснил в прошлом неделе, сейчас, октябрь 2011, а у нас 7 миллиард человек в нашей планете. 10 лет назад, это 6 миллиард. Если мы не изменились тенденции, у нас до конца этого века 10 миллиард человек. Поэтому у нас очень много проблем. И ни одно индивидуальное страна можно решить это. Американский экономический систем не можно решить. Русский, китайский, английский, не можно один. О нас глобальная интеграция. О нас должен подумать, как мы можем работать совместно и решить сколько много серьезных проблем. Но это очень большой вопрос. Как сделаем интеграцию российской экономики и российской научной системы, индустриальной системы или глобальной экономики? Это очень сложный вопрос. Я сам уже почти 20 лет подумал об этом, эту тему. Я работал. Я не только теоретически подумал. Я занимался мою работой здесь в России. И именно для этого вопроса, и этой темы. К сожалению, что я понял из 20 лет. Много культурный и традиционный бирьер. Именно для российской модернизации. Именно для процесса интеграции. Россия для глобальной экономии. Много бирьер. Какой бирьер? Россия была уже тысяча лет коммодит экономии. Не только прошлые сто лет. Это тысяча лет. Это было не только нефтовой экономии, это газовой экономии, это дерево, это угол, это золото. И этот проблем, этот системный процесс, как социо-экономика системы российской федерации. И из этого Россия строила какой бюрократикой системы, который поддерживал ВИРК, который поддерживал много процесса, собираются монополы. Это проблема. Из этого очень мало верность между ВИРК и элитой и народом. Это проблемные отношения по вопросу закона. Я как американец, я уверен, закон это для меня поддерживает, как индивидуальный человек. Российский систем, закон поддерживает, кто ВИРК. И много людей не любят этого. Но как изменилась эта система? Результат очень высокий уровень волатилити, высокий уровень риска, высокий уровень инфляции. Это циклокальная экономия на ВИРК и низ, и ВИРК и низ. И каждый раз этот глобальный планет есть в развитии. Нефть еще 100, 150 долларов банточка. А потом, когда экономия падает, нефть еще падает сильнее. И российские экономии, есть еще кризис и катастрофы. Это циклокальный и волатильный процесс. Что в результате, много инвесторов подумают короткий горизонт инвестиций. Купят сегодня дешевле, продают завтра очень дорого. Это короткий менталитет инвесторов. И частные инвесторы специально испугаются. Они берут деньги сегодня и сразу передают кипр. Это очень сложно. Из этого очень сложно сейчас строить именно инновации экономии. Потому что строить новый молокул, строить новое локарство против болезненных Alzheimer's, это нужно 3, 5, 7 лет, 10 лет. Это долгий процесс. Поэтому надо изменить менталитет инвесторов. Но как сделать? Как можно строить новую систему для России? Как можно уходить из этого круга? Но я родился почти 50 лет назад. Ровно 9 месяцев после Кюбин Миссл Крисис. Наверное, мои родители были очень довольны после этого кризиса. Они были очень расстроены в этой ситуации между Америкой и Россией. Это очень сложно, очень опасно. От моего детства, я жил там, в Флориде. Мы были очень-очень близко, очень близко. Если здесь, посмотри. Я жил там именно. И мы очень близко к Кубе. И всю нашу школу каждый год, у нас большой экзерсайз. Подумают, может быть, бомба из Куба будет у нас. И мы очень все испугались. И я подумал, зачем у нас этот кризис? Зачем у нас этот два президента, можно два красных кнопка, сломает наш планет? Зачем? У меня был другой менталитет, чем очень много других американцев. Почему? У меня нет русской крови. У меня настоящий американский, у меня ирландский кровь, английский, австрия. У меня русский нет. Но у меня была очень интересная эта женщина, Татьяна Макинни. Она была мой ментор для моей мамы. Моя мама, она художник. И эта женщина была как моя русская бабушка. Она учила мою маму собираться борщ. Она познакомит с нас с книгой, большей, толстой книгой из Петербурга, из фотографии на картины из Эрмитаж. Мы посмотрели видео именно Балей из Киров. И из этого я подумал, господи, российская культура, это Бургарти, это великая культура. Как у нас американская, тоже у нас неплохая. Но зачем эта два культура хочет сам собираться смерть для планеты? Я расширил, я буду экономист. Я буду учил до конца и корень, откуда спор между Советским Союзом, комморти-экономической системой и американский свободный рынок системой. Я учил Карл Маркс, я учил Адам Смит, и я понял, Адам Смит прав, Карл Маркс был ушиблый. Это очень важно. Это очень важно. Мы можем строить любой системы на нашей планете. Мы можем строить любой религией системы, философии системы, политикой системы, экономикой системы. Это наша рамка, как мы будем стараться не убить друг друга. И allocation resources направлены и эффективны. И вот эта система top-down, какой утопия никогда бывает. Я учил Маркс, я учил много. Я учил это Тороу, я учил Ленин, я учил Мао. Я специально учил это Биев Скинер. Биев Скинер собрался в Америку, очень красивая картина на ютопии. Но это был его вид, на его голове. Как должен быть rigid, structured, top-down, должен быть какой систем. Какая разница между Марксом? Это была стройка ютопии от индивидуального человека. Он сказал, что все должно быть так. Но я читаю, есть много разных теорий. Мой любимый писатель это Энн Рэн. Я очень люблю Милтон Фридман. Я очень люблю это Роберт Пирсик. Это Zen and the Order of Motorcycle Maintenance. И еще Фримен Дайсон. Вот это люди, это наш герой. Я рекомендую, все можно читать в эти книги. Потому что они предлагают. Власть, это не должен быть наверх до низ. Власть, это как грибы на лес. Это индивидуальные люди. Власть и богатство родился из индивидуальной креативности. Вот это самое важное. Это самая важная идея. И как можно собрать экономика и политика систем, которые будут максимализировать полученный результат от каждого индивидуального человека. Вот это ключевой тяжелый вопрос. Я потом, я был на плаже на Европейский Союз. Я занимался мой тисис. И у меня длинный бирд. И я спал на плаже в Франции. Я просто был очень много подумал и теорий. И подумал. Потом мой папа, он передал мне электронную почту, но почту, и сказал, Син, уходи от Европы. Надо вернуться в медико и собрать работать. Надо получил джоб. Надо получил деньги. Надо купил Голсток. Первый раз в жизни. И я подумал, да, это правда. И я решил собираться в городе Чикаго. Я угрозил на мой бир. Я купил хороший костум. Я собрался заниматься работой в ABNM, в South Bank. Это хорошие работы я получил. Strategic planning, mergers and acquisitions. Это было интересно. Я получил много костумов, хорошие квартиры, хороший отпуск, много подруги. Но это не было достаточно для моей жизни. Я не был, чувствую, результат, что я должен сделать в мою жизнь. Я хотел изменивать мир. У меня папа дал мне заказ. Надо сделать максимум из вашей жизни, что можно изменивать нашу планету. И я получил богатство в городе Чикаго. Но я не получил богатство в моей душе. А что дальше? Все вспомнил. Вот этот Реган сказал, Tear down this wall. И вот это был Горбачев, был Кудейтала на Сочи. Елстин приедет и был президент Российской Федерации. Новое время. Я вот это каждый день утром до ночи читал много газет, посмотрел CNN, посмотрел, что случилось. И вот это 84-е годы я закончил мой тисус. И я прогнозировал, что Советский Союз будет банкрот до конец века. Потому что я понял, что Советский Союз и коммунодий экономии не можно будет эффективным. И вот это получил только в 91 году. Поэтому я решил, надо изменивать карьеру. Потому что, как любой индивидуальный человек, я хочу собрать пути жизни самые интересные, где эффективнее можно. Но Россия большая. Я не знал, где начинается. Банк подумал, я кризи. Я хотел открыть филиал банк в Москве. Но они сказали, вообще нет. Но я читал интересные книги от Явлинский. Вот это другой Явлинский. Он автор, ясен, на 500-ден программу. А вот эта 500-ден программа показывала, мы можем изменивать на Советский Союз экономии, для рыночной экономии срок 500-ден. Здорово. Меньше, чем 2 года. Но это не реальный. Но они хотели эксперимент в Нижний Новгород. Именно в Нижний Новгород. Я читал эти книги. Я думаю, это кризи идея. Это не можно получить. И я был очень боюсь, именно Россия можно поиграть из этого эксперимента в рыночной экономии. Я решил туда собираться и летать и собраться на волонтерский программ Корпус Мира в 92 году. Я собрался в первый центр поддержки малосредний бизнес в Нижний Новгород. А мой клиент был русский предприниматник, который не знал разницы между долг и equity. Это очень сложный период. Это гиперинфляция. Много у вас, может быть, не можно вспомнить. Но кто вспомнил, это был каос. Это был очень сложный период. Но я потом собрался интересную карьеру. Я пропал в Советный, или Российский приватизация центра. Я занимался перестройкой крупной, много крупной компанией. Я потом занимался инвестицией в фонд, 50 миллионов долларов, от европейских вам при конструкции развития. Может быть, вы можете знаете сухарки, три корочки. Это мой проект. Может быть, вы можете знаете Нишфарм. Компания Нишфарм это старый Советский Союз фабрика в Нижний Новгород. 1200 человек. Три моих студентов купили фабрику. Я был ментор. Я был как бизнес-ангел. Я помогал эти люди сделать жизнь этой компанией. Потом я сам инвестировал 10 миллионов долларов в Европейский банк для развития. Через срок 10 лет продал эту компанию 125 миллионов долларов. Был групп штата немецкий. Горвард собрался кейстами, именно Нишфарм. Я получил очень хорошее образование по венчур инвестмент и прямой инвестиции и так далее. Но я понял один очень важный концепт. Россия есть много наук, много фундаментальной наук, хороших инноваторов. Но между академией и инноватор и бизнес люди и бизнес ангел вот это очень большой гэп. Очень большой гэп. Нет какой мост между как можно строить новые продукты когда есть теоретические идеи, но бизнесмен хочет реальный продукт. Я решил уходить из Европейской Бак Реконструкции развития и собрался с сам компанией. Мой компани Marchmore. 6 лет назад я решил быть русскими предприниматами. Вот это exciting. Это здорово. Я чувствую это была моя судьба. Наконец у меня получил свободность для развития мой личного бизнеса. Эта идея была от моего прадедушка. И моя семья всегда была предприниматной. Поэтому я получил мою судьбу. Но вот эта идея я решил собраться из Marchmore на концепции как можно строить дальше инновации экономии. Много людей говорил об этом. Но я занимался этого. Я собрался конференц программ. Я собрался несколько бизнес англ клуб в России. Я собрался медиа компаний. И из этого структуры мы старался рекламировать для молодой люди или элли как вы можно сам собрать ваш бизнес. Как вы можно сам начинать работать с частным инвестором и реализировать вашу идею из идеи уровня для реальный бизнес. Но первой концепцией я собрался proof of concept center. Очень много людей не можно понять что это proof of concept center. Но proof of concept center это как черный ящик. Собирается вот этот профессор его комплексные идеи и можно потом паковка и сделаем реальный бизнес. Business plan, financial model. Можно собрать все ответ для любой частный инвестор. Вот это главная идея на proof of concept center. Это center consulting. Это один из компонентов в России нет пока. Презентации тоже нет. Это блок бокс? Это black бокс. So эта концепция proof of concept center это только один механизм где все мир использует. В Америке есть 10 разных proof of concept center. Очень эффективный механизм который садитесь внутренне любой инновации кластер Дешпандэ center MIT Technology Transfer Center University of Colorado Tel Aviv Technology Ireland One Leaping Center California Есть этот механизм и почему этот механизм очень важный после этого потому что в Америке 50 лет назад 40 лет назад ключевой идеей бизнес ангел который поддерживал молодые инновации инновации инноваций кластер системы США получил этот механизм Я считаю в России это тоже будет эффективной системой инноваций наконец я хочу показывать вам я уверен это хорошо в России есть нефть и газ но нефть и газ это не главный ресурс это не главный ресурс России самый главный ресурс России это ум это креативность на 21 век кто может заниматься инновацией может быть будем наш лидер по новой инновации новые продукты я уверен из истории было много инноваторов российских Менделеевских Лобачевских вот это очень много у нас каждый век есть несколько людей которые изменил наш планет изменил наш дизайн нашей системы и Россия получил хороший эффект было много инноваций из России но из 20 век эта система был я думаю 21 век это должен быть bottom up но это ваши руками это российские руками что дальше идет с делами вот это люди изменилось наш планет сейчас Дэвид Гейн Дэнни Хиллес Сергей Брин Стив Джобс вот это люди строят новые системы я думаю много русских людей будут участвовать и можно и должен участвовать это процесс XXI век много людей мне сказал в России есть это культурный белье мы не можем изменилась наша культура я сказал это не правда мы из Америки сто лет назад был вот это много лет назад пятьдесят лет назад и сейчас у нас черный президент мы изменилась культура я думаю это наше обезотство из каждого человека подумает как мы можем дальше продолжать наш эволюцию через дизайн через наш индивидуальный эмиссию и креативность если мы собираемся вот этот процесс и Россия согласна сделать этого и строить эту систему для инновации экономии Россия будет участвовать на глобальной планете и это век нам нужно каждый умный человек который будет поддерживать процесс решить много глобальных проблем совместных спасибо